Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас мукбанг, как всегда. Здесь у нас грузинское блюдо из курицы. Уже второй раз готовим. Даже в комментариях на iCookie там был комментарий, что, наверное, уже съели. До мукбанга дело не дошло. На самом деле это было так, но мы приготовили еще раз. И теперь уже буду снимать для вас мукбанг. И тут, значит, огурчики, помидорки черри, болгарский перец желтый. И здесь у меня кофе три в одном. Но здесь тут еще лаваш. В общем, кушать я буду руками. Так что извиняюсь, если меня смотрят эстеты. И буду отвечать на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Первый вопрос. Ой, ничего не хочется говорить. Ты мне очень сильно симпатизируешь. Спасибо большое. Вопрос задает Алина. Мне реально очень приятно читать ваши комментарии. И вообще какие-то хорошие слова, когда вы мне пишете. Я прям летаю. Реально. Могла ли ты простить измену и изменяли ли тебе? На самом деле я никогда не сталкивалась, слава богу. Просто посмотрите. В такой ситуации. Не потому, что я такая офигенная. Может быть, меня изменяли, я просто не знала об этом. Но у меня просто нету опыта таких, знаете, длительных отношений. Вот. Я никогда не жила с парнем, не была замужем. Но мне кажется, я бы не смогла жить с человеком, который меня изменил. Но это я сейчас так думаю, правильно? Одно дело, знаете, по пьяни там что-то произошло. Где-то там непонятная ситуация. Но другое дело у человека есть любовница. И он, например, лет пять живет с любовницей. Это разные вещи. Вот некоторые жены, они как-то борются с любовницами. Идут к гадалкам. Это совершенно не мое. То есть ушел и ушел. В подростковом периоде я была сверхэмоциональная. Вот. Но сейчас я считаю, что самое главное оружие – это просто равнодушие. Когда вы показываете свое равнодушие, человек еще больше становится заинтересован в вас. Истерики. Скандалы. Не надо. Будьте выше этого. Моей маме никогда папа тоже не изменял. У меня папа очень семейный человек. И очень привязан к своей семье. Я тоже такой же человек. Как-то один раз я своего брата спрашиваю. Я говорю, ты бы изменила своей жене? Он говорит, зачем? Мне неохота терпеть двух женщин. Одна женщина – это вынос мозга. Ты представь, две. Жена еще любовница. Это вообще, говорит. Деревенская курица. Просто божественно вкусная, ребята. Этот соус, он великолепен. У нас были соседи. И они как раз таки и развелись из-за того, что муж изменил ей. На работе там со стюардессой. И поначалу он хотел уйти к этой стюардессе. Но увидев реакцию своей жены, она просто не давала никакой реакции. Она сказала, разлюбил ты меня, ты мог бы просто мне это сказать. Зачем было изменять? Зачем из-под тяжка что-то делать? Ради бога, видься с детьми, плати алименты, досвидос. Когда мужчина видит, что вы прям не можете без него, он надевает себе наглую корону и начинает чувствовать себя королем. Она просто забила на него и живет дальше своей жизнью. Потом он еще приполз. Девочки, в большинстве случаев все-таки бывшие они возвращаются. Как ни крути, они возвращаются. Через год, через два. Неужели вы не замечали, как только у вас в жизни все налаживается, все прям круто? Вы видите сообщение от своего бывшего. Привет! Давно не виделись, как ты? Возвращаются именно тогда, когда вам нафиг это не нужно. Помните, я вам рассказывала, как меня подруга кинула на 300 манат. В общем, не отдавала деньги. Вот у нее была старшая сестра. И они 9 лет, по-моему, встречались с парнем. Расходились, сходились, расходились, сходились. И потом она узнала, что он изменил ей, и все. Она забила на него. У нее вообще все чувства по отношению к нему исчезли. А он так изменился, знаете, такой стал прям шелковый. Но она сказала, все, после этого я больше не собираюсь ничего не слушать, ничего терпеть. Пошел на жопу, найду себе другого. У нас папин брат, мой дядя, получается, помирился со своей бывшей женой спустя 30 лет. Так что, хотите вы этого или нет, но бывшие они возвращаются. Через 30 лет, представляете, у меня дядя женился во второй раз, а потом решил вернуться к бывшей жене. Вы просто не представляете, как это вкусно. Эту курицу сначала пожарили, а потом потушили. Мне просто тушеная не очень нравится, потому что вкус этой жареной курицы, он просто незаменим. Ломала ли ты ногу? Странный вопрос, но все же. Передай мне привет, Камила. Камила, тебе привет. Я никогда ничего себе не ломала, ни руку, ни ногу. И я считаю, что я молодец в этом плане. Не потому что я такая аккуратная и все такое. Просто я всегда не за активный образ жизни, поэтому я себе ничего не ломала. Даже палец не ломала. У меня бабушка прожила, прожила, точнее, живет уже 90 лет, и она тоже ничего себе никогда не ломала. Я говорю, как круто. Прекрасно себя чувствует. А все почему? Потому что она как бы обращала внимание на свое питание, кушала всегда полезные вещи, жила в деревне, свежий воздух и все дела. Смотрите, какая курочка. Ссылочка на десерт внизу. По мне, деревенская курица особенно вкусная. У меня брат ломал сустав, или как правильно, у него очень сложный был перелом. Я видела, как он мучился. Мы ему делали 4 или 5 раз операцию. Ну, в общем... У меня даже операции не было. Ну, еще молодая, еще вся жизнь впереди. Мало ли. Правильно. У меня здесь лавашек. Точнее, это не совсем прям, знаете, такой лаваш. Это просто мама готовила кутапики, и там осталось тесто, и она из них сделала лаваше. Сидела, красилась, и смотрела как раз-таки интервью бывшего мужа Лолиты. Этого тренера по сквошу. Мне реально так жалко стало Лолиту. Бедная там одевала его, обувала. А что, спасибо в конце измена. Предательство и так далее. И в интервью каждый раз Лолита говорила, что он идеальный, он такой хороший. Он у меня работает. Каждая женщина, она хочет возвышать своим мужчинам, что все думали, какой он хороший. А на самом деле, какой он, мы узнаем через года. Я просто смотрю на эти примеры и восхищаюсь, например, Галкином и Аллой Пугачевой. Они пронесли свою любовь через годы, несмотря на то, что все что-то это на них пальцем показывали, говорили, какие они неправильные. Вот когда 60-летний какой-то олигарх женится на 20-летней девочке, это молодец. его мужик умница. А когда Алла Пугачева выходит замуж за парня, который ей во внуке годится, все, все, значит, это, интересуются, когда же они все-таки расстанутся и почему именно он решил на ней жениться. Как меня достали мои соседи сверху. У них тоже, кстати, разница в возрасте. Мы что-то один раз с ними поругались. Они берут заварку от чая и просто выливают через балкон. И эта заварка проблема в том, что ветер заносит к нам в балкон. Неужели нельзя выбросить мусорку и все это выбросить? И мы что-то на этой почве поругались с соседями сверху и все равно познакомились. Я думала, что это ее отец, а оказалось, что это ее муж. Мы что-то разговариваем. Я говорю, ваш отец мне в прошлый раз сказал то-то-то. И она такая, это мой муж. Она подумала, наверное, что я хочу ее обидеть, но я реально не знаю. То есть, когда мужчина старше, все нормально. А как женщина, табу. Ребята, это было очень вкусно. Это было нереально вкусно. В общем, оказалось, что эту заварку не они кидают, а сосед через соседа, получается. Опять же, я не понимаю людей, которые сидят и грызут. Например, семечки на балконе. Даже дело не в том, что это все идет ко мне на балкон. А дело в том, что кто-то внизу же убирает это. Это настолько некультурным человеком надо быть, что не оценить чужой труд. Ведь кто-то там подметает, получает гроши за это. Неужели нельзя быть хоть немножечко культурным и не делать такие вещи? Все, ребят, я покушала. Было нереально вкусно. Обязательно готовьте вы тоже. Это не обычная курица. Это просто обалденный рецепт, который вы можете найти в инфобоксе. То блюдо, которое мы приготовили позавчера, по-моему, мы уже съели. Это уже вторая партия. Если честно, я думаю, что надо готовить и третью партию. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в инфобоксе. Всех люблю. Целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok